смотрю я на свой стол и думаю что я сейчас наверное тут сделаю перестановку у меня вот так вот когда я работаю вот такая свалка но обычно машинку я ставлю туда на подоконник кстати швабра стоит это защита от степенных нападок и у меня вот так вот все завалено тут здесь тоже рабочий контейнер ну компьютер соответственно и вся моя уходовая косметика вот так вот стоит там где-то за компьютером на такой полке это я там очень неудобно я хочу вот эту полочку то повыше поднять приколотить на стенку и у меня освободиться там пространство здесь будет намного интереснее хочу я тут как-то сэкономить ну попробую я покажу что получится в итоге там тоже неудобно у меня стоит все давайте я покажу как у меня получилось вот так теперь мой стол смотрится вот она полка я ее повесила ну как я уж мне ее повесил повыше стало мне кажется намного удобней и теперь за компьютером у меня стало вот так вот этот органайзер который я заказывала с сайта все на местах он очень удобный в него много всего вошло тут у меня зеркало от мэри кэй шкатулочка моя с украшениями две открыточки которые мне подарили маски это ватные диски у меня тут хранятся и вот собственно нижняя полка тут все крема у меня тут всякие такие помады карандаши тени блеск такие что под рукой три бальзам чека как вверх ногами стоит вернее даже два можно сказать бальзама одно масло пользуюсь маслом уже почти год тоже до дырки до ковыряла но я не знаю вот еще таки иногда показывают горят быстро закончилась почти год ему активно вот последние четыре месяца только этим маслом пользуюсь но классно и бесконечный там 18 грамм надолго хватает собственно весь мой уход тут как за лицом для рук крем который мне только-только приехал колонки лаки стёпа стёпа не может чтобы не проверить ну и вот на этой полке очень удобно у меня тут светильник встал ну конечно сейчас очень светит вот этот вот контейнер очень удобно мне здесь это там все для работы заколки когда делаю здесь у меня вот полка с каталогами со всякими тетрадями где мои записи и моя работа сейчас конечно достаточно убрана ты вот у меня шкаф где моя косметичка месяца то тоже все для ухода такая организация уже тоники мицелляр ки разные крем и молочко для снятия макияжа все у меня здесь а это косметичка месяца ну и тут полка с парфюмами вторая полка с парфюмами писать мне зачем мне столько не надо и большинство подарков но даже если бы не было подарков я люблю когда парфюма много и когда он у меня есть я могу в любой момент любым пользоваться для меня это просто вот мой рай арома рай вот собственно хранитель остается на прежнем месте с этой стороны максимкины подарочки а вот там еще две шкатулки одна с браслетами 2 с цепочками подвесками вроде бы все показала вот так вот у меня стала на столе но под столом у меня к сожалению остается все как прежде потому что это рабочий угол у меня ленты заколки там много всего и вот в этом вот шкафу это мое хранилище уходовой косметики и нижний ящик там все тоже материал вязь провода всякие в общем все что необходимо вот такой уголок мне нравится стала уютной красивой все под рукой ну и вот такая вот что полка прибавилась у меня ее можно сказать не было потому что внизу стояла вот эта полка она была первая а теперь прибавилось но и органайзер действительно классно давайте поближе покажу очень хороший где его можно купить я вот ролик на днях выкладывала на сайте все на местах замечательный акриловый органайзер понравился все буду прощаться вот такой короткий влог на мои перестановочки надеюсь вам она понравилась на стёпа покажи свое сердечко никогда ты его не показываешь вот у него на груди прямо красивое очень сердце нет не показывает как-то бред ну спой на будешь песни петь или будешь драться драться будет все будет драться но всем пока всем до новых встреч решила кусочек еще доснять своего стола днем просто я вчера ночью уже загружала и когда ролик смотрела оказалось что очень темно было не знаю уж интересно вообще эта тема или нет как перестановка я вообще сама лично очень люблю смотреть рабочие столы где-то можно поковыряться что-то посмотреть бутылочки баночки какие-то но мне это интересно я подумал что есть такие девочки мальчики кому тоже будет интересно давайте я вам покажу уже при дневном освещении как все выглядит мне просто сама очень понравилось сейчас я убрала и работу мне весь подоконник если вот видно там завален потому что мне класть все некуда все должно быть под рукой и покажу как все выглядит ну стёпа как всегда он хранитель вечный арома хранитель я приготовила украшение на завтрак кстати очень смотрится как золото смотрите как интересно а это все китайские по золото наверное у них как бы считается это по золото но достаточно недорогие вещи а все вместе очень очень красиво часики они как браслет смотрится и вот серьги с колечком интересно я еду отдыхать на выходные поэтому меня не теряйте если они буду отвечать на комментарий какое-то время приеду же всем отвечу да еще у меня вопрос у меня я была зарегистрирована но и сейчас зарегистрирована просто не участвую на одном сайте он литературный и в течение год несколько лет я писала там статьи еще что-то и вела свой дневник когда максу было три года четыре я записывал в этом дневнике его перлы и сейчас решила их себе распечатать чтобы памяти осталось но мало ли так на сайте удалиться что нибудь страницу удаляться у меня остались всех максим кины первых когда ему было три года если интересно я могу их почитать потому что то что говорят детки это незабываемо это очень весело смешно и тем более то что они это делают очень искренне максимка был общительным всегда ребенком его первые были смешные вот так что напишите надо это или нет ну что еще сказать чего я забыла а кстати вот посмотрите тоже интересно я не показала ночью нас пригласили на свадьбу вот такое оригинальное приглашение так что мы 23 июля в субботу в час поедем вот по такому деревянному приглашению на свадьбу к племяшки нашей уже племянница максимкина сестренка двоюродная вот теперь вроде все рассказала показала а вот это знаете что сейчас покажу так это моя заначка конфетная правда сейчас она неприкосновенная мы с максом пока сладкой особо не едим и поэтому она так стоит сторонке ну все теперь я точно прощаюсь всем спасибо за внимание простите что получилось ночная съемка темная я думаю сейчас уже более-менее все видно вон там моя свалочка с ленточками все всем пока до новых встреч